всем здравствуйте с вами на связи елене и я рада приветствовать вас на своем канале как вы видите я выложила колоды и обещала что парочку раскладов месяц я буду делать и показывая вам карты но это будет всего лишь парочка а в этот раз я решила сделать именно с картами не показывая себя почему если вы видели название то расклад сегодня будет вот формате asmaer недавно я делала и выкладывала на своем канале экспериментальный расклад было очень много позитивных отзывов на самом деле я очень рада что вам нравятся мои эксперименты это не значит что я и буду прям все использовать до будущем в любом случае я очень часто говорю о том что я являюсь тем человеком экспериментатором да и могу делиться исключительно собственным опытом и если я не буду двигаться дальше если я не буду развиваться если не буду пробовать что-то новое да то мне по сути передать вам будет нечего поэтому очень важно в моем понимании чтобы таролог работал всегда над собой постоянно что-то новое использовал экспериментировал и таким образом мы будем расширять вместе с вами я и вы через меня свое сознание пробовать что-то новое почему я решила сегодня сделать этот расклад формате asmaer сейчас я разговариваю нормальным голосом дальше я буду разговаривать очень тихим голосом с задача asmaer заключается в том чтобы передавать приятные нам звуки так вот информацию которую я буду вам сегодня рассказывать она будет в принципе в позитивном ключе поэтому расклад который я выбрала это все о вас ваше истинное лицо нам приятно всегда слушать о нас даже если это допустим не совсем негативные моменты в любом случае все зависит от подачи информации да в каком образе я буду подавать вам информацию то есть не что мы говорим а как мы говорим так что еще хотелось сказать вступление безусловно я знаю у меня есть подписчики люди музыкальные занимающиеся музыкой мне уже подсказали что для такого формата необходим другой микрофон но поскольку я не планирую практиковать именно этот формат вот то обойдемся пока тем микрофоном который у меня есть безусловно если бы я мне понравился этот формат и я хотел бы его дальше использовать то мне понадобилась дополнительная техника микрофон стерео и так далее но пока все-таки акцент мы делаем на то что мы делаем расклад и передаем информацию но с разных позиций с разных точек зрения поэтому микрофончик оставляем такой вы видите колоды которые я выложила это я предварительно предполагаю что я буду работать с этими колодами это колода а монолиза который я уже неоднократно говорил что я использую формате метафорических карт они таро это колода про тебя вот там вот вы видите да коробочку вот я выложила колода небо и земля вот колода и и коробочка как она выглядит теперь она не в зеркальном отражении или опять зеркальном нет опять зеркальном отражении название то не сути вы видите и это самое главное камни которые здесь лежат они с одной стороны я работаю с кристаллами да они не просто так здесь лежат они мне не двойная работа 1 до заключается в том что они помогают мне передавать информацию а с другой стороны они просто обозначают мне для кадра до до какого момента я могу выкладывать карты и вот чтобы было видно чтобы входил в кадр то есть как ограничение хотя в принципе камни сами по себе кристаллы эти они рабочие ну и обычно наша позиция значит 1 2 3 голубенький красненький и зелененький камешек вот вы видите когда я буду выкладывать позицию и вот так вот отодвину свечку и буду камень ложить вот сюда сверху и вам будет видно да что вот вот эту позицию мы разбираем для тех кто откликается на мои татуировки мне тоже иногда уже про это говорили когда когда я здесь я ничего не могу поделать за исключением если вот прям очень сильно будет отвлекать я буду стараться не показывать полностью руку вот не обращайте внимание так вот не так идет итак мы приступаем вы выбираете я убираю колоды вы будете слушать знакомые приятные вам звуки и так здесь так подвину сейчас камешки пару минут что вы выбрали а потом будете слушать исключительно мой голос я буду говорить тихо шепотом надеюсь мне будет слышно 1 2 3 позиция рассматривать мы будем вас и говорить я буду только о вас ваше истинное лицо готовы приступаем и так голубенький камешек первая позиция эти два я наверное вот сюда наверх отодвину так честно поставить так чтобы она все ровно было мой перфекционизм вот но все же готовы приступаем напоминаю сразу что задача во первых получать информацию во вторых чтобы она заходила вам очень комфортно приятно и голос я свой подстрою под такой формат поэтому вы можете смотреть расклад на ночь глядя на чтобы он вас расслабился не переживайте если вы уснете и еще одна такая тонкость и да все будет зависеть какое настроение я нахожусь какой энергией я наполнен и вы сможете это почувствовать то есть многие могут наоборот почувствовать что от моего голоса как-то возбуждаются да кто-то наоборот почувствует что расслабляется от звучания моего голоса опять-таки все зависит от того какой энергии я нахожу вот да и вы это считывайте итак приступаем мешаю колоду чтобы вам было слышно эти звуки они на самом деле очень медитативные мешать колоду это приятно и держать ее в руках тоже приятно итак позиция номер один ваше истинное лицо давайте я вывожу несколько карт отодвину поставлю так чтобы вам было видно чтобы вам было видно вы можете смотреть на карты это тоже вам будет что-то говорить о вас ваше истинное лицо это очень много трудностей человек разочаровавшийся во многих вещах в своей жизни когда-то вы были очень открытым человеком эмоциональным доверчивым пятерка кубков нам говорит о том что что-то произошло либо сейчас либо когда-то в прошлом но мне кажется что это все таки череда каких-то событий которые сформировали вас тем человеком кем вы являетесь сейчас очень много боли я чувствую в вашей жизни сейчас конечно же на данный момент вы научились управлять этой болью кто-то может быть ее заглушил кто-то может быть проработал что-то а кто-то вообще не обращает внимание уже на то что осталось в прошлом но однозначно это не разовая боль не разовое переживание не разовое волнение был период в вашей жизни когда вы могли радоваться был период в жизни когда вы доверяли людям когда вы хотели и стремились как-то вот взаимодействовать с людьми приносить добро были намного наивнее доверчивые веселые но на продолжение по исходу какого-то времени периода времени вам причиняли боль эта боль может быть разовая а может быть понемножку-понемножку но долгое время в любом случае результатом этого стало то что вы закрылись вы закрылись хотя глубоко в душе вы понимаете что без этого опыта вы бы не стали тем человеком кем вы стали очень многое вы поняли переосознали поняли кому можно доверять или нет почему вы открывались почему вы доверяли другим людям этот болезненный опыт сделал вас тем человеком кем вы есть сейчас без него вы бы не стали тем мудрым человеком знающим человеком опытным человеком но это все отколоски прошлого кто еще вы как человек человек который изменился изменился эти изменения они были естественные возможно кто-то из вас уже прошел кризис среднего возраста люди у меня здесь по первой позиции проходят достаточно зрелые даже не столь по возрасту сколько по жизненному опыту люди которые осознают и понимают много вещей люди которые лишались много раз у вас собирали то что было для вас ценно вас учили не привязываться вас учили двигаться дальше вас учили оставлять позади то что уже отжило перемены движение постоянное движение в какой-то момент вы даже очень устали от того что эти перемены которые вас окружают нет конца края но вы очень способный человек по своей натуре скорее всего выносливый человек который прошел огонь и вода медные трубы могу сказать так и вот эти трудности они вас загаляли и сейчас я могу сказать что ваше энергетическое состояние во-первых укрепилось вы стали более проще относиться к вещам к жизни вы стали более увереннее сильнее внутри себя вы осознали дуальность этого мира многие вещи пришли сейчас на данный момент в равновесие для вас сейчас вы уже двигаетесь непосредственно к своей цели вас очень трудно либо сложно сбить с вашего пути вы знаете что вы хотите вы знаете куда вы хотите прийти и если сейчас вы еще сомневаетесь что является конечной точкой вашего пути то по крайней мере интуиция у вас хорошо развита и вы просто движетесь вперед вас как будто бы выбрасывает потоком вперед и только вперед и здесь общая энергетика у меня достаточно сильных людей которые не обращают внимание на то сколько раз они падают сколько обращают внимание сколько раз они встанут здесь очень мужественные люди очень храбрые сильные сильные духом люди какое еще ваше истинное лицо смотрите как интересно на повторе здесь аркан смерти давайте вот так вот поднимем будем выше здесь аркан смерти и в колоде монолиса тоже аркан смерти здесь аркан смерти очень интересный он говорит о том кто является кукловодом да мы видим человека который играет с марионетками идите тянутся выбирают какая кукла им приятнее позитивное вроде бы та которая когда голову наверх держит либо та которая опустила голову но здесь нарисованы в принципе слушители напоминающие мне очень ярофанта сейчас я возьму ручку так удобней будет вам мне показывать вам вот смотрите здесь как будто бы карта выбора что вы выбираете вы выбираете управлять своей жизнью как здесь да либо вы хотите ну либо оставляете все в судьбе она решается вас кстати вы можете в картах смотреть и видеть что-то свое и это будет нормально это будет естественно именно поэтому я вам и показываю карты какое еще ваше лицо истинное лицо здесь это карта твой капитакли твой капитакли в традиционной колоде нам всегда говорит о балансе о гармонии я скажу иначе согласно греческой мифологии и пандоры пандора если мы вспомним христианскую религию да создание адама и евы так вот ева была создана для адама из его ребра пандора была создана для своего мужа богом зевсом и ее название пандора означает разные дары подарки и вот когда зевс создал пандору боги наделили ее разными свойствами и качествами но зевс был хитер и создал он ее не просто так а для того чтобы через нее наказать людей из-за того что прометей подарил украл скорее всего огонь у зевса и отдал его людям так вот наделив дарами красотой мудростью гермес наделил ее умением разговаривать но и в то же время сплетничать авродита наделила ее красотой афина наделила ее мудростью но подарил ей зевс еще одно качество как любопытство и вместе с любопытством подарил ей вот этот шкатул шкатулку так скажем пандоры и приказал ей наказал ей что что бы ни произошло в твоей жизни никогда ни при каких условиях не открывай эту шкатулку не помню как правильно сказать по-русски да вот это название так вот коробку так вот безусловно когда женщина была налетелена любопытством ясное дело что рано или поздно она открыла бы эту шкатулку и вот миф заканчивается тем что проснувшись ночью внутри нее она почувствовала что есть что-то что она должна была сделать то есть в ней пробудилось любопытство и она пошла и открыла вот этот вот шкафчик да или как ну шкатулку и оттуда вышли все невзгоды болезни а нищета голод но на самом дне невзирая на весь этот негатив осталась одна вещь одно свойство это надежда и вот этот вот миф пандоры говорит о том что в конечном итоге невзирая на все сложности на все трудности вы так или иначе остается последней надежда и вот здесь глядя на эту карту мне хочется сказать что вы пошли смотрите прям как интересно да вот если вот так вот я буду накладывать да то здесь у нас разочарование сложности которые сформировали вас да которые помогли вам стать тем кем вы стали то есть человеком который где моя ручка который понимает что либо я беру ответственность за свою жизнь либо я становлюсь вот этой марионеткой кто-то из вас выбрал один путь кто-то выбрал другой но что бы вы не выбрали в любом случае в вашей жизни были разрушения были перемены все трансформации которые привели вас к чему вот здесь вот это твой капитаклей только для меня это не ее смысл но в данном случае мне она напоминает именно пандору ту девушку которая с любопытством с интересом вот эта вот детскость которая у вас была вот здесь вот в пятерке педаклей она у вас так или иначе осталась и вот это вот любопытство сделало вас тем человеком кем вы являетесь на данный момент то есть вы прожили и голод и бедность и нищету болезни это все вас закалило и в конечном итоге у вас осталась надежда и вы живете сейчас уже в надежде давайте посмотрим на что вы надеетесь какой надеждой вы живете сейчас я выпущу карту так вот так сюда я ее поставлю а еще лучше ототвину повыше чтобы видно было да ровненько скорее всего нам показывают здесь не столько ваш характер скорее ваш путь какой-то какой надеждой вы живете это карта императора очень нетрадиционная да по сравнению с привычным обычным императором то к чему вас привели в надежде на то что вы все равно можете стать тем человеком которым вы хотите кем вы хотите почему потому что император в данном случае да у него нету ну то есть бедный человек как раз таки вот как продолжение да этой истории о том что все собрали поторы оставили только вот надежду данного императора да безусловно он грустит безусловно он нищенствует да я не могу сказать что его все устраивает здесь есть некая усталость но надежда 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 заключается в том что все равно этот человек рано или поздно найдет в себе сил сил на то чтобы двинуться дальше еще какие силы он в себе надежда какую он имеет давайте вот так положим что все изменится видите колесо фортуны что все изменится что жизнь циклична так вот вы приходите как раз таки к тому пониманию что жизнь циклична и всегда есть взлет и всегда есть падение и на самом деле вы достаточно везучий человек я могу сказать колесо фортуны у нас всегда показывает человека везунчика по жизни всегда из-за того что у вас была надежда вот это вот ваше самое большая сильное так скажем качество позитив невзирая позитив невзирая на то что в вашей жизни происходит какие трудности сложности вы всегда будете выходить победителем вы всегда во всем будете видеть позитив вы всегда будете преодолевать то есть когда другие остаются позади вы всё равно приходите к финишу даже не не допегая а возможно иногда доползая но вы всегда приходите к финишу выходить из сложных ситуаций почему потому что что судьба вам всегда будет благоволеть например вы не будете переживать вы будете спокойно, вы всегда будете находиться в центре, потому что если вы находитесь вот здесь на подке, да, то грязь, которая когда начинает колесо крутиться, она будет к вам прилипать вот здесь в центре, нету грязи, она не достает, почему? Потому что как центрифуги не крутят, вас не болтает по судьбе, а вы сконцентрированы то, что нам говорит и колесничь, вы сконцентрированы на своей цели, то есть вы идете и на пути, безусловно, к своей цели к развитию, пониманию себя, у вас будут сложности, у вас будут трудности, но где-то они могут вам даже, ну как голова крушения, да, могут скрутить, скружить вам голову, но в любом случае, еще раз скажу, вы, благодаря своему позитиву, благодаря своей вере в себя и в судьбу, вы будете выходить победителем, так или иначе, люди вас видят человеком, висунчиком, и кажется, что вам все достается так легко, но это лишь видимость, да, которую вы по своим каким-то соображениям создаете, вы не всегда показываете людям свое истинное лицо, какое ваше истинное лицо, еще давайте, я посмотрю, две карты вытащила, окей, не вопрос, две, так, две, и у нас выпадает здесь видно, давайте я еще вот так вот оттвину, чтобы места было побольше, вот это вот у нас сюда пойдет, подвинем, и колесничего, и вот на него выпадают, ваше истинное лицо, какое оно, туз мечей, туз мечей человека, человека решительного, вот здесь как раз таки, да, об этом аркане видим, да, женщину, которая должна принять решение, да, очень дорогая ткань, и она должна принять решение и порезать, то есть начать жить, начать свою работу, для того, чтобы это сделать, нужно быть решительным человеком, здесь мы видим аркан звезды, это 17-е аркан звезды, то есть быть решительным, вот смотрите, общий расклад он мне показывает, что как бы то ни было, вы все равно верите, что этот аркан, да, что этот аркан, что этот аркан, вы все равно верите в судьбу, да, где-то вы доверяете ей полностью и плывете по течению, а где-то вы берете контроль в свои руки, здесь и здесь, здесь, и движетесь вперед, но в любом случае есть у вас внутренняя какая-то путеводная звезда, которая вас ведет по жизни, и еще раз скажу, очень много трудностей, сложностей, которые вас окалили, но у меня такое ощущение, что это было как будто бы предначерчено звездам, то есть, если вы думаете, за что мне это, да, почему, либо еще какие-то вопросы себе задаете, имейте в виду, что эти жизненные неурядицы сложности, они должны были случиться в вашей жизни, именно благодаря им вы стали решительным человеком, закаленным, очень человеком мудрым, давайте еще посмотрим, две карты, буквально вытащу, сколько у нас там по времени, так, вытащим еще несколько карт, сейчас я это еще отодвину, да, можно, можно, еще отодвину, и мы посмотрим ваше истинное лицо, ваше истинное лицо, вот здесь вот мне показано, видно вам, давайте вот так фурку возьму этот аркан, ваше истинное лицо, вот, что вы видите, да, это метаварические карты, каждый может увидеть что-то свое, но я вижу вашего, вот этот кулон сразу бросается мне в глаза, да, как будто бы талисман какой-то, с одной стороны он приносит счастье, с другой стороны он защищает, здесь как будто бы ощущение того, что как три поколения что-ли взрослая женщина и вот здесь сзади тоже стоит женщина, хотя в какой-то степени она мне напоминает смерть, правда, одетая немножко иначе, вот, косыхи не хватает, но в любом случае ощущение от этого аркана, что вы человек, который как будто бы сам выбирает себе судьбу, либо вы пришли сейчас к такому моменту, когда вы вправе, то есть знаете, как будто бы заслушали и выбираете судьбу, потому что во взгляде этой девушки видно, что да, ты можешь меня одеть, но я все равно буду поступать так, как я хочу, хотя есть, вот знаете, вот какая-то забота, да, люди, которые работают с родом могут сказать, что у вас есть поддержка, да, появилась, раньше у вас не было поддержки от рода, а сейчас как будто бы, знаете, вот инициацию прошли что-ли, какое-то вот посвящение, да, прошли, и вы получили какое-то право, либо право на защиту, либо право на то, чтобы выбирать себе судьбу самостоятельно, потому что звезды вам благоволят, мы видим здесь девушку, да, которая пришла и ей гадают на руке еще какая вы личность, что скрывается за вашей маской, но вот эти вот голоды, они метафолические, они показывают нам всегда какое-то некое поле, скрывает то, что вы живете в большей степени с оглядкой на прошлое, есть у вас мечты нереализованные, она держит в руке, Пикассо, есть у вас нереализованные мечты, и либо сейчас этап такой, да, либо вообще по жизни вы больше смотрите не в будущее, а как будто бы вы смотрите с оглядкой на прошлое, это то, что вас может останавливать, и вот вытащу еще парочку карт, божественное лицо, ваше истинное лицо, тройка кубков, вы человек, который умеете дружить, вы человек, который можете быть душой компании, человек, у которого прекрасное чувство, так-то может быть прекрасное чувство изящества, красоты, вы умеете дружить, хотя я не вижу, чтобы вокруг вас были друзья, я вижу вас как будто бы одиноким человеком, не потому что вы ощущаете, а потому что это ваш выбор, но в любом случае я вижу, что люди к вам тянутся, люди хотят с вами общаться, у меня идет ощущение того, что у вас прекрасное чувство юмора, вы умеете радоваться, вы умеете смеяться, сейчас ваша жизнь не такой этап, когда приходит постепенное какое-то облегчение, возможно, трудности остаются позади, но в любом случае, как вы видите, иерофант, да, и, по-моему, а вот здесь я упомянула и говорила про иерофанта, иерофант в этой колоде очень так красиво изображен, как показатель ваше истинное лицо человека, который умеет уважать, человек, который действительно чтит традиции тогда, когда он пожелает, у вас огромный опыт, возможно, ваша душа достаточно древняя, много воплощений вы прожили, поэтому опыт у вас большой, и вы опираетесь больше на духовность, нежели на материальный мир, хотя и в физическом плане по-голесничьему вы уже понимаете и осознаете мир дуальности, да, приходите, по крайней мере, к гармонии и балансу, вы порводник, человек, который может обчать, человек, который много читает, многим интересуется, может быть, кому-то из вас нравится все, что связано с прошлым, все, что связано с археологией, с древностью, может быть, кому-то нравятся древние языки, эрафан всегда от человека, который погружается в глубину, это человек смыслов, это человек знаний, он будет очень много исследовать, ему это нравится, может быть, кому-то из вас нравятся истории, древние языки, умершие языки, например, как латынь, просто ради хобби, ради интереса, но в любом случае, это человек, наполненный знанием, ему важно их отдавать, ему важно их передавать, ради знания, этот человек может пойти на любые эксперименты, может жертвовать, он умеет это делать ради пользы других людей, этот человек духовный, да, человек, у которого уже сейчас налажена связь с высшими силами, если этого раньше не было, то сейчас у вас есть и последняя карта луна, 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 вот так сделаю, что вы за человек, человек сомневающийся, сомневающийся, человек, который иногда находится в иллюзиях, который занимается самым либо сейчас, либо в прошлом, либо вообще вам свойственно, человек, который погружается больше вглубь себя, вот здесь вот как раз таки вкупе с хирофантом, вкупе с хирофантом, вы человек, который погружается в воду своего бессознательного, но при этом человек, который стремится пойти к свету, вот жук, который здесь выходит, здесь в этой колоде жук, в классике у нас рак, тот, которому свойственно пятиться назад, и я говорила по этим органам, что вы смотрите с оглядкой назад, так вот здесь рак, жук, который так или иначе обращает внимание, бывают периоды вашей жизни, когда вы скатываетесь, вспоминаете прошлое и начинаете грустить, вам свойственно залипать, залипать в этом болоте, в каких-то эмоциях, состояниях, болезненных, либо это было в прошлом, либо это присуще вам сейчас здесь мы видим собаку и волка, с одной стороны друзья, с одной стороны, а с другой стороны, скорее всего, враги, и у вас есть идеи и другие, и пожизненный опыт, вот здесь, с чего мы начали, да, по пятерке кубков разочарований, он и обучал вас для того, чтобы понять, кто есть кто, но это были лишь, знаете, как будто бы сценарии, да, по Луне у нас проходят сценарии по матери, материнские, потому что это женский аркад, это, возможно, где-то что-то темное, да, во что вы иногда погружаетесь, но здесь я могу сказать о цикличности, что здесь цикличность по колесу, что здесь какие-то циклы луны, которые влияют на вас, вы эмоциональный человек, то, с чего мы начали, это и привело в какой-то момент вас к тем урокам, хотя вы достаточно логичный человек, но здесь мне показывается то, что вы проходите уроки именно по своему эмоциональному какому-то плану, да, то есть на ментальном уровне вы очень логичные, вы мудрые, вы знающие, но ваша слабая сторона это эмоции, это астральный план, это ваше состояние, когда вы позволяете себе переживать, волноваться, вы перестаете быть любимчиком жизни, судьбы, и вы колесо крутится в другую сторону, как только вы успокаиваете свой эмоциональный план, приходите к равновесию вот здесь, да, тогда, что вам это помогает, ваша надежда помогает вам выйти из вашего вот этого негатива, залипания, но в любом случае, что бы вы ни делали, как бы вы ни познавали свое бессознательное прошлое, вы из этого выходите мудрее, по Ярованту это ваш опыт, и вы его в дальнейшем можете передавать другим людям, вот точно так же, как в этой карте женщина утра передает, может быть, своей внучке, может быть, своей дочке передает вот этот клон, да, как будто бы знание, история родословная заложена здесь, из поколения передается в поколение точно так же и по Ярованту очень глубокий расклад, очень глубокий человек, вы мне показывают по первой позиции, человек еще расскажу и подытожу, много прошивший слабые места, это ваши эмоции, это ваше прошлое, безусловно, очень болезненное, но это было необходимо вам на вашем пути, здесь уже не видно, это было необходимо вам на вашем пути для вашего развития, чтобы стать человеком решительным и взять простые правления своей собственной жизни в свои руки, вот такая вот у нас была с вами первая позиция, жду ваши обратные связи. Итак, мы переходим с вами к позиции номер два, вот сюда я положила красненький камешек, те камешки, которые внизу будут показывать на то, что эти позиции мы еще с вами не рассматривали, но в данном случае первую рассмотрели, теперь мы нагрузимся к позиции номер два красненьких камешек. Итак, приступаем позиция номер два ваше истинное лицо ваше истинное лицо мешаем ровно я сразу вытащу три карты и мы приступаем так я все ровненько поставлю а вы смотрите на карты которые возможно вам что-то уже самостоятельно могут сказать ой убежала карта моя итак ваше истинное лицо первая карта пятерка пятакли пятерка пятакли нам говорит человека по своей натуре мученика стартальца человека который проходит достаточно сложный жизненный путь почему потому что пятерки всегда по органу древ по древу жизни это сверак вура ей правляет марс а марс он всегда жесткий то есть мы идем в свое развитие всегда через жесткость так вот вы мученик с точки зрения того то вас всегда лишают в данном случае вас лишают денег какого-то материального блага ваши уроки были непосредственно с лишением с недостатком с дефицитом с проблемами вы человек который прожил возможно нищету либо сталкивался много раз человеку которого забирали возможно стабильность возможно деньги даже лишались обманывали в любом случае человек который сталкивался с болезнями достаточно серьезными пятерка пятакли нам говорит безусловно о бездуховности но в данном случае здесь бездуховность подразумевается не то что вы если вы на моем канале вы уже не можете быть бездуховным человеком но здесь подразумевается то что вы не видите то богатство которым вы наполнены вы не видите вы тот человек который вообще по жизни не замечает вот эту путеводную звезду тот человек который редко когда идет по зову своего сердца вы можете надеяться потому что звезда все-таки присутствует вы можете верить но вы периодически находитесь в каких-то фантазиях вы верите то во что вы хотите каждый раз когда в вашей жизни появляются какие-то трудности либо кризисные ситуации вы всегда чтобы сохранить свою душу сохранить свой внутренний мир начинаете верить здесь как будто вы знаете то во что вы хотите создаете какие-то иллюзии знаете как защитный какой-то механизм из-за того что очень многое в вашей жизни происходило пятерка пятаклей нам говорит о том что вы человек с трудной судьбой могу сказать сложной судьбой человек который которому скорее всего кажется почему я говорю именно кажется потому что выпадает семерка кубков это ваше восприятие того что вас обижают это ваше восприятие того то есть здесь знаете не то что вас не могут обижать да такое тоже может быть я допускаю но вы на этом больше делаете акцент вы сконцентрированы на том что вас не понимают да что вы очень многое даете людям здесь у вас безусловно нарушен баланс между отдачей и принятием да конечно вы вкладываетесь в людей намного больше чем возможно получаете но бездуховность дома заключается что если вы даете то не ждите обратки а если вы ждете что-то взамен так и давайте ровно столько сколько вам могут давать другие люди с другой стороны вы не выбираете тех людей богатых которые душевно богатых которые вам могут дать это изобилие вы включаете своего спасателя вы хотите помогать людям помогать тем у которых нечего вам дать взамен вы как будто бы вот поддерживаете вот этот бесконечный колесо цикл повторных повторных каких-то ситуаций здесь проходит безусловно жертвенность здесь проходит знаете вот какой-то какая-то не то чтобы выгода вы это делаете не специально но здесь какая-то вот знаете жалыш что ли к самому себе вот вам нужно научиться вытаскивать себя как барон мюнхгаузен за волосы почему потому что если в первой позиции люди застревают где-то своего бессознательного в прошлом то есть вспоминая что-то у них появляется грусть и они переживают и не могут застревать в этом болоте то вы застреваете в своем собственном болоте когда снег вот здесь вода нашего бессознательного замерзают вам не хватает теплоты вам не хватает внимания вам не хватает влюбий вам не хватает включенности вас но позитивное вас это то что есть свиста это то что если вы прекратите обращать ну как-то знаете вот жалеть себя начнете жить так как вы хотите не так как хотят другие не выслушиваться перед другими да а именно жить по своим каким-то ощущениям да то во что вы верите то на что вы надеетесь начинать реализовывать это то безусловно этот путь будет долгий но он приведет именно вас туда куда нужно куда можно так сказать прописано вам да к каким высотам к звездным высотам безусловно здесь люди у которых есть космическая энергия да вот этот вот именно холод постоянно холодные руки да а холод в душе холод в теле ощущение некой холодности почему потому что здесь смотрите снег замерзший да здесь облака облака ветер воздух да стихия воздуха тоже холодная а здесь звезда непосредственно вот у вас постоянно будет возникать вот это вот ощущение я хочу согреться согреть свою душу да и поскольку вам будет не хватать любви вам будет не хватать внимания вы всегда будете желать давать это другим людям вы всегда будете хотеть дать им то чего вам не хватает в данном случае любви семерка кубков нам говорит о человеке которому сложно будет делать выбор по жизни почему потому что я не могу определиться точно так же как и здесь по по свисте знаете у меня такое ощущение что вот весь ваш жизненный путь он приводит к тому чтобы вы научились выбирать выбирать себя не других людей здесь вот два человека здесь вот семь кубков и вы стоите на выборе что здесь я не вижу выхода из положения что здесь я стою и не знаю что выбрать для себя хотя звезда горит четко вы знаете что можно будет выбрать но вот это вот скорее всего будут ваши уроки ваши уроки прийти к духовности то есть к пониманию того кем вы являетесь внутри себя не кем вы должны быть вне себя например как здесь либо здесь а то кем вы являетесь внутри себя идти по своему пути не услуживать другим людям не вкладываться в других людей да почему потому что во первых вы будете болеть а во вторых вы всегда будете нищенствовать вас всегда будут лишать для того чтобы вы нашли опор не в других людях либо здесь в вещах а в самом себе хорошо давайте посмотрим какое еще ваше истинное лицо луна семешка и колесо фортуны то что было и в первом первой позиции колесо фортуны ваше истинное лицо вот смотрите луна выпадает на пятерку педакль здесь смотрите такой момент нюанс в луне есть рука вот здесь как будто бы человек прорисован который дает ей руку этой девушки руку помощи протягивает куда они должны пойти не знаю вы можете посмотреть сами на этот аркан но однозначно пойти в новое потому что месяц новый не старый ваше истинное лицо вот ваше истинное лицо то как раз таки что вы как будто бы не видите руку помощи божественного да что вот здесь вот звезда горит что здесь рука как будто бы вам помогают свыше но вы почему-то на это не обращаете внимания а если обращаете внимание то не пользуетесь ну не пользуетесь ясное дело потому что вы должны пройти вот эти вот все болезненные уроки точно так же как и здесь колесо фортуны да падает под семерку кубков говорит нам о том что неизвестно в какую сторону колесо закрутится да либо в позитивную либо в негативную почему негативную то что здесь холода либо в урожайности и тепло дело случая дело случая но вы в общем люди которые знаете очень вот ваша сильная черта это воображение это фантазия это умение что-то придумывать это умение чувствовать это умение проживать найти что-то драматизировать но из-за этого может выйти что-то прекрасное великие актеры да творческие люди писатели они как раз таки проживая вот свою боль да включая вот эту вот фантазию они могли приходить и к тому что создают некие такие шедевры у вас очень прекрасная интуиция да тонкая женственная натура да что луна что звезда женские достаточно карты безусловно вы можете изменить в своей жизни то что вы хотите но почему-то вы выбираете больше драму закрываетесь да здесь вот семерка шестер такая интересная как-то мать да с ребенком просит защиты опять-таки защиты от чего-то более жива чтобы не наказывали у меня такое ощущение да не наказывай меня больше да не горая меня больше я и так много чего прожила в своей жизни у меня и так жизнь была нелегкая здесь как-то так сейчас я подниму повыше и мы доложим еще карты и посмотрим ваше истинное лицо о чем здесь говорит давайте вот на моне лисы семерка петаклей вот так интересно смотрите как будто бы здесь два человека и их изгоняют и здесь те же самые два человека сейчас еще выше которых изгоняют которых изгоняют человека который знаете в своей натуре вы должны быть у меня такое ощущение неким таким странником по жизни ни к чему не привязываясь чтобы увидеть красоту этой жизни вот как раз таки духовность вы и можете увидеть только тогда когда вы не будете привязываться ни к чему когда вы будете находиться в доверии и единстве с миром с вселенной доверять ей чтобы она вас ввела и тогда в вас оно вы будете обеспечены у вас не будет вот этих вот проблем думать о том что что хлебеносущим условно говоря да на завтра тогда вы будете видеть непосредственно знаете вот какая-то забота а у вас есть какое-то разделение да вот вы живете в своем мире в каком-то в котором вы создали и он не совсем реалистичен по семерке кубков вы верите в то что вы хотите и вы выбираете выбор ваш он тоже иногда бывает иллюзори да почему потому что я не знаю за что что мне выбрать по семерке кубков а семерка кубков говорит о том что ты не знаешь но в любом случае да что бы ты не выбрал тебе нужно довериться этому процессу и пойти потому что любой из этих кубков это не то что тебе нужно потому что кубок который тебе нужен он находится внутри тебя то есть кубок короля изобилия он находится внутри тебя а не вовне а мы ищем вовне вот это изобилие которое мы хотим здесь тоже а нам надо его найти в себе и вот здесь вот такое чувство да что вас очень много будет мотать по жизни потому что это ваши сценарии это ваши уроки вы должны научиться не привязываться ни к чему материальному ни к чему стабильному вы должны научиться идти по жизни двигаться как это колесо да двигаться постоянно что-то новое вот здесь вот как будто бы не хватает восьмого кубка да знаете вот быть открытым к чему-то новому да а попробуйте это попробуйте это то есть не не иметь какую-то такую стабильную структуру а наоборот быть гибким идти по течению так как ну плывется еще ваше истинное лицо вот оно ваше истинное лицо королевы кубков смотрите какая красота посмотрите во-первых даже здесь на этой карте да она не стоит на земле нигде то есть вы люди которые так или иначе не стоите стабильно на ногах потому что возможно это и есть ваша природа королева кубков у нас прекрасно работает с прошлым это наша память это наша бессознательная очень хорошо идет в контексте со свистой она достаточно гибкая она двигается здесь как будто бы вы защищаетесь от своего предназначения то что вам предначерчено а здесь все равно рано или поздно вы к этому придете королева кубков она как вода она чувствительная она ранимая она может знаете очень быстро менять свое мнение но при этом она прежде чем его поменять она будет собирать информацию да то есть она не поверхностная она эмпатична а здесь человеку очень сложно понять где мои чувства а где чужие он легко перенимает состояние других людей и считает что это их что это его королева кубков это женщина любящая помните я вам в самом начале говорила о том что вам не хватает этой любви так вот вы и способны вот это вот кубок короля который здесь я говорила он есть внутри вас вам нужно понять это и перестать волноваться королева кубков это женщина которая очень непостоянно и может переживать волноваться она находится в постоянном каком-то стрессе да то есть внешний мир она защищается от внешнего мира он гей небезопасен а ваша задача наоборот научиться жить в согласии с гармонией миром то есть внешний мир это не враг а найти единство с ним доверие к внешнему миру королева кубков она эмпатична ее сильная сторона это как раз таки интуиция понимания других людей вы способны на большую настоящую чистую любовь причем любовь не к одному какому-то конкретному человеку а любовь вообще да любовь ко всему ко всему живому что вас окружает какое ваше еще истинное лицо то есть мы здесь рассмотрим по второй позиции негативное и позитивное король мечей король мечей король мечей у нас выпадает здесь как раз таки на колесо фортуны да то есть вы знаете такое ощущение что вот вы своей логикой своим разумом да своим разумом сможете немножко свою жизнь как-то изменить да если вы будете осознавать мечи у нас всегда говорится разум а король мечей это достаточно логичный персонаж и вот здесь вот ощущение того что вам нужно ваш опыт который вы проживаете болезненный осознавать чем больше у вас будет осознание тем легче вам будет понимать внешний мир тем легче вам будет прийти к единству с внешним миром очень оригинальный здесь король мечей который что-то пишет да то есть это человек знающий ведущий еще расскажу у меня такое ощущение что вот ваш путь как раз таки заключается в том что вы начинаете принимать свои эмоции начинаете принимать свой чувствительный мир только тогда не когда вы знаете как маянник вас бросает туда-сюда а только тогда когда вы включаете свое сознание не логику я не говорю чтобы вы стали человеком-мыслителем это не про вас а про то чтобы вы осознавали именно те ситуации те драматические сложные ситуации которые вы проживали проблемы с семьей не знаю почему мне здесь показывают прям и в прошлый раз было такое что двойка вторая позиция рассказывает нам об неком таком знаете изгнании как будто бы выгнали непринятие да как изгой какой-то либо это в семье либо это вообще вы себя так ощущаете итак идем дальше какое еще ваше истинное лицо вот смотрите как интересно да карты говорят творические карты вот он вот он кубок да который здесь вы выбирали но я вам сказала что он внутри вас вот он прекрасный кубок которым вы наполнены и здесь мы видим цветет сюда а здесь все сухое и сколько бы вы воды не выливали вы все равно не сможете как-то сказать сделать так чтобы эта земля зацвела почему потому что надо постоянно когда аккумулирует быть источником потому что этот сосуд он как в какой-то момент может даже опустошиться и вот вам нужно понять что источником этой воды являетесь вы сами внутри себя наполненным вы наполнены но вам кажется вы пятерки пятакли что у вас этого нет что вам самим что-то не хватает пятерка пятакли когда мы говорим о нищете об этой карте это карта нищеты и без духовности условно говоря но у вас могут быть деньги то есть пятерка пятакли она не говорит что у вас нет денег она говорит о том о вашем состоянии о вашем восприятии себя если вы постоянно находитесь в каком-то стрессе переживания волнения за что-то ваше истинное лицо вот оно ваше истинное лицо парность посмотрите вы парный человек чувствительный вот оно движение о котором я говорила что вы находитесь как странник по жизни приобретая новый и новый опыт проживая его эмоционально у меня такое ощущение что вот ваша задача как будто бы не знаете человек мира у которого нету собственного дома привязанного да то есть человек который постоянно путешествует что-то новое узнает как маленький ребенок смотрит на мир открытыми глазами ему все любопытно он все хочет знать то есть здесь не привязываться к какой-то структуре и каждый раз когда вы привязываетесь к этому вас всегда лишают почему потому что вы должны идти по зову своей души вы должны быть вот таким человеком и давайте я вот ищу для вас последнюю карту и мы посмотрим ваше истинное лицо вот оно смотрите как интересно мы начали со звезды сейчас это двину и здесь вот звезда вот оно ваше истинное лицо вы ребенок дитя дитя небо звезды собираете да вы человек по сути счастливый даже вот в своем собственном мире в мире эмоций переживаний фантазии воображения да здесь она насобрала насобирала много-много звезд с небес да то есть могла достать здесь как будто по виде губки чувства она наливает да вот наполняется наша душа а здесь мы берем с небес то есть ваш источник он в небесах в ваших фантазиях в вашем воображении сделайте это своим собственным миром наслаждения миром удовольствия да черпайте все что вы хотите из себя внутри себя из своего творчества прекрасная прекрасная позиция на прекрасные двоечки чувствительные ранимые очень красивые понимаете у вас очень красивая душа и вы вы наполнены той любовью которую ищете возможно вовне то есть все то что вы ищете в других людях во внешнем мире это есть внутри вас и вот ваша задача увидеть вот это вот все внутри себя не вовне а увидеть в себе и вот как только вы это в себе увидите вы почувствуете единение с миром и вот в этот момент это и будет самый такой момент ну критичный что ли когда вы почувствуете единение что мир заботится о вас и с этого момента у вас будет абсолютно все что вы пожелаете даже не привязывать к какой-то конкретной работе либо к какому-то месту проживания то есть это тот момент когда вы включите вот этого вот короля мечей и осознаете, кто вы есть на самом деле. Вот такая вот была у нас с вами и вторая позиция. Итак, мы с вами переходим к позиции номер 3. И к зелененькому камешку. Сейчас я сяду поудобнее. Итак, троечки, давайте посмотрим ваше истинное лицо. Что нам скажут карты? Прекрасные, красивые карты. Сейчас я их выложу аккуратненько, чтобы вам видно было. Тройка Петакли, суд и луна. Не ровно. Вы люди, которые постоянно нуждаются в том, чтобы что-то строить, чтобы что-то создавать, чтобы что-то творить. Люди, которые постоянно отдачивают свое мастерство, смотрят в будущее. Вы можете быть как мастер, который изображен на этой карте. Можете быть и шестом, а можете быть и наставником. То есть вы тот человек, который соединяет в себе все три качества и человека ведущего, и человека, оборождающего идеи, и человека, который умеет воплощать эти идеи. Вы, в принципе, можете работать в команде. Но вы тот человек, который умеет воплощать и реализовывать все свои идеи. Но для вас очень важно стать в конечном итоге мастером своего дела. Что еще мы видим по аркану суда? Человек непростой, так скажем. Человек с непростой судьбой. Человек, которому благоволят с одной стороны небеса, а с другой стороны вы человек, прошедший большой, огромный опыт во многих воплощениях. Не только в этом. Ваша задача смотреть на мир открытыми глазами. Женщина у нас здесь изображение как нашего бессознательного. И здесь как раз таки луна рядом выпадает. Мужчина изображения нашего сознательного. И здесь как раз таки вот строительство. И ребенок — это наше восприятие. Это восприятие нашего мира. Наша задача — найти баланс между нашим сознанием, нашим и сознательным через восприятие мира, как у маленького ребенка. Умение смотреть на все открытыми глазами слышать знаки и символы, понимать их, да, которые нам гремят свыше. Двадцатый аркан — это аркан семейности, это аркан рода, этот аркан, который говорит о том, что пришло время перерождения, родиться чему-то абсолютно новому, завершить огромный этап, цикл в своей жизни. Возможно, вы человек, который именно в этом воплощении, да, завершаете какие-то важные циклы прошлых воплощений. Знаете, вот из воплощения в воплощение проигрывали какие-то сценарии, а именно в этом приходит развязка. Именно в этом как будто бы вы отдаёте долг, выплачиваете какой-то долг, да, за свои какие-то прежние, в прежних прошлых воплощениях. Уроки, да, вы становитесь человеком, встаёте на новый путь, на новый этап в своей жизни. У меня такое ощущение, что именно в этом воплощении вы как будто бы призваны к чему-то. Знаете, к какому-то достаточно. Вот у вас здесь есть призвание какое-то, да, именно не предназначение, а призвание. Вот вы вырождены для чего-то большего, что это большее, я не знаю, сказать не могу, но мне кажется, то есть вы здесь что-то должны уже делать для других людей, не только для себя, но и для других людей, что тройка педагли нам говорит о том, что мы строим, да, что-то, но в данном случае мы строим храм, мы строим, церковь, церковь, если так можно сказать, да, опять-таки божественный дом для кого-то, для кого-то, я имею в виду для других людей, где они могли бы прийти, да, в этот храм, в этот божественный дом и почувствовать себя как дома, что здесь Аркан говорит о том, что идет перерождение, да, целая семья. Мы выстаем, мы оставляем свой прошлый опыт, поэтому здесь нету одежды у людей. У вас есть единственный опыт и это духовный, то есть вы уже встаете как будто бы на более высокую ступеньку своего развития и эта ступенька непосредственно связана с вашим бессознательным, но вам страшно, это Аркан страха, который мы не всегда понимаем, наши страхи могут крояться не только в этом воплощении, но и в прошлых воплощениях, вот здесь вот так и проходит у меня линия влияния прошлого воплощения на это, то есть страхи, которые вас одолевают, вы иногда даже не понимаете, не осознаете, откуда, вроде бы в этом воплощении нет у меня такого опыта, а здесь страх присутствует. Вы человек, который умеет погружаться очень глубоко, человек, которому нравится работа с бессознательным, вас тянет, вас тянет все мистическое, все сакральное, неизвестное, непонятное. Иногда вы в своей жизни как человек не совсем понимаете, что происходит, циклично, иногда она вас накатывает, а вы не можете понять, с чем это связано. По-моему, уже в какой-то, по-моему, второй позиции я говорила о том, что вот здесь вот этот вот жук в традиционной колоде, ой, это нарисопороженный рак, который пятится назад, да, то есть периодически у вас бывают такие откаты назад, когда вы не двигаетесь вперед, вы не двигаетесь к свету, да, к луне, вы наоборот откатываетесь назад, возможно, вас страшат, либо ваши друзья, либо ваши враги, предательства, да, здесь тоже, может быть, друзья, играет немаловажную роль, что здесь вы находитесь с кем-то не одни, что здесь и в этом воплощении, то есть есть другие люди, да, которые могут иметь свое влияние на вас, вам свойственно иногда запуштаться, запуштаться, причем, знаете, какие-то жизненные ситуации делают так, что вы как будто бы не видите выхода из ситуации. Давайте, что нам скажет, посмотрим, что нам скажет Монализа. Ваше истинное лицо выложим прямо на каждую арку. смотрите, ваше истинное лицо. Здесь мы видим десятку кубков, да, мы видим женщину, которая идет с ребенком, и кто-то за ней подглядывает, и вот опять, видите, сразу карта начинает говорить и рассказывать о том, как все происходит. Вот я сказала, что есть люди, которые встают на вашем пути как учителя, они совсем приятны, да, кто-то вот, знаете, наблюдает, вот вы, возможно, являетесь человеком, который вот здесь, в этом аркане перерождения, так пробуждает, пробуждает своими знаниями, да, освещает какой-то путь. люди, да, показывают их работу безознательного, показывают работу со страхами, с какими-то убеждениями, да, то, что их ограничивает, сдерживает на пути именно к просветлению. Вот за вами наблюдают, я могу сказать, когда вы, может быть, у вас воруют идеи какие-то, да, такое тоже может быть, может быть, у вас здесь я не могу сказать, что сплетничают, да, но вы все время находите под наблюдением либо высших сил, либо людей на земле, но так или иначе всегда находитесь под наблюдением. Ваше истинное лицо, девятка кубка человека вот такого, который наслаждается, который пробует, да, разные вещи, вот у меня все равно, знаете, вот как строительство, вот здесь вот прям пересекается, вот эти два аркана, да, человека, который пробует что-то для того, чтобы понять вкус, да, для того, чтобы понять, что его, что нет, то есть, возможно, по жизни вы много раз пробовали разные вещи, разные направления, да, это может быть в музыке, например, это может быть даже в профессии, это может быть в местах каких-то, да, переезжали несколько раз для того, чтобы понять, что есть ваше, а что нет, и здесь мы видим рыцарь и шестов, который скачет на коне, но он здесь держит, что-то у меня такое ощущение, да, либо я как карту какую-то, не знаю, почему карту, местности, что ли, вот он такое ощущение, да, что вот он прям торопится реально передать какую-то информацию, но здесь вот у вас страх появляется, он, карта стоит прям под заблуждениями, какими-то цикличными, возможно, вы как раз-таки профессионально, когда у меня идет реализация себя, да, когда боитесь проявлять себя, время уже пришло давно, передавать какой-то опыт, вот то, что он держит, да, как конец, передать какие-то знания, какое-то сообщение, какую-то новость, вот такое ощущение, что вот это вот ваша задача, так скажем, не хочу говорить миссию, слишком громкие слова, вот ваша задача, такой опыт на это воплощение, да, очень важные вещи вы должны передавать, те, которые люди не понимают, те, которые, вещи, которые, может быть, кого-то даже и пугают, но и с другой стороны вы сами пугаетесь этих вещей, почему-то потому, что здесь, смотрите, как интересно, да, луна, и здесь у нас луна, то есть он ночью скачет, и здесь у нас луна, хорошо, какой еще вы человек, ваше истинное лицо, ваше истинное лицо, так, вот эти карты я подниму сейчас повыше, хоть их вам и видно, но я подниму повыше вот так, и это сюда, и мы будем смотреть, ваше истинное лицо, шестерка кубков, а вы, сейчас я еще вытащу, чтобы потом разговаривать, десятка кучей, арканы силы, это ваши способности, вот сразу с этого скажу, да, вот это вот ваши способности, интуицию, работа, ну, какие-то вот, знаете, магические способности, те, которые завораживают, здесь может быть, знаете, еще даже способности, связанные с иллюзорностью, да, вот, например, иллюзионисты, люди, которые, либо, знаете, как называют, пиар-менеджеры, да, люди, например, которые работают в жоу-бизнесе, которые создают вот эту вот красоту, иллюзию, иллюзию чего-то, это тоже, кстати, ваша способность, и здесь мы видим, что мастерство, да, приходит с навыком, когда вот здесь монолиза, да, и передает какие-то вот знания, да, как наставничество, для того, чтобы вот отсюда вышла вот эта вот кошка, да, сила превращения, и здесь у нас магия, так вот у меня такое ощущение, что вот ваша задача как раз-таки передавать знания не по поводу того, что вот мир иллюзора нет, а наоборот, как вот уметь работать, управлять своим безознательным, создавать какую-то иллюзию, да, создавать что-то, вот придумывать такое, придумывать то, что не является реальностью, да, либо наоборот работать для выявления с людьми, то, что оно вот выявлять их иллюзии, показывать что ли, потому что ваша задача пробуждать людей, в этом плане, это ваша сила, это ваша способность, я хочу сказать, ваша способность, какие-то магические занятия магией, да, возможно, как-то, да, я не знаю, например, там, заговаривать воду, потому что это все-таки луна, это ночь, это вот как-то работа ночью с чем-то таким холодным, магическим, волшебным, не знаю, там, кристальный какой-то шар, да, видеть, видеть будущее, предсказывать будущее, это тоже ваша способность, это тоже ваша способность, да, ваше истинное лицо, десятка мечей, знаете, здесь девушка, она как будто бы принимает решение, да, и робит вот эти вот все какие-то правила, да, все каноны, которые прописаны в книге, причем здесь мы видим у нас божественный слушатель, да, богослужитель, вот, и это для него как будто бы, ну, я не знаю, святыня святых, да, вот эта вот книга прописанная, с то, чему он поклоняется, тот инструмент, с которым он работает, и приходит женщина, да, под вуалью, и она как будто бы разрезает, как будто бы те убеждения, в которые вы верили, да, они должны разрушиться, вот ваша как будто бы задача, да, показывать миру, что все, что вы знаете, это иллюзия, это иллюзорно, почему? Потому что это исключительно субъективно, это мнение каждого человека, мир настоящий, он не такой, и вот вам нужно показать, да, допустим, что вы не рождены люди, для того, чтобы страдать, для того, чтобы наслаждаться, и если вы страдаете, то страдаете только потому, что есть неописанные правила, неописанные законы, которым вы соответствуете, это то, что вас ограничивает, и вот она принимает решение, причем, обратите внимание, надежда в левой руке меч, левая половина нашего тела, а за левую половину отвечает правая блужария, бессознательная, бессознательная луна, то есть решение, оно принято не на основании какой-то логики, а принято на основании нашего бессознательной, той памяти, да, мы помним по памяти, что, возможно, в одном воплощении я относилась к одной религии, которая, например, там, христиане, которые воевали с мусульманами, а в следующем воплощении я была тем самым мусульманом, который воевал христианином, и вот здесь вот уже как раз-таки понимает, что вот эти вот все войны, они бессмысленные, да, потому что в одном воплощении ты один, а в другом воплощении ты другой, и здесь ты как фанат веришь в одно, а здесь ты веришь в другое, в другое, и по сути и то и другое, оно едино, так зачем воевать, то есть вот достаточно такие, знаете, масштабные, глобальные у вас видения идут вашего мира, ваших познаний, которые вы должны подопередовать людям, либо создавать иллюзию, либо наоборот разрушать эту иллюзию, да, это вот удовольствие, да, ведь сколько здесь яблок, сколько воплощений прожил человек, начиная, почему я говорю о воплощениях, под арканом суда, во сколько раз он перерождался, и пришел к тому, что все ограничения, они иллюзорны, они придуманы, да, дальше здесь вот прямо какая-то духовная, так бы оппозиция, ваше истинное лицо, вот здесь, значит, шестерка кубков у нас идет, и десятка, люди, да, я говорила о том, что за вами подсматривают, смотрят, вот здесь как будто бы, знаете, в шестерке кубков, вот смотрите, женщина старая, да, но взрослая, а парень молодой, у него есть больше способности залезть, да, здесь как будто бы, я уже не так молода, да, чтобы лезть вот в эти горы, да, я уже не так молода, у меня уже нет такой, как так сказать, способности кибкости, да, так легко взбираться в горы, как и ты, да, мне нужна уже помощь, здесь зрелая женщина, и здесь же зрелая женщина, да, а здесь вот молодые люди прорисованы, возможно, вы и должны как-то вот работать, может быть, со зрелым поколением, да, перенимая у них какие-то знания, потому что здесь Верховный суд у нас говорит о памяти и о семье, и, а здесь у нас прошлое воплощение, да, тоже как память, и помогать, вот это ощущение того, что вот, знаете, собираете как будто бы какую-то такую древнюю, старую информацию, не старую, а древнюю, очень важную, очень ценную, да, как будто бы передавать, вот в этом заключается ваша помощь, это ваше истинное лицо, хорошо, ну давайте все-таки посмотрим, кроме профессиональной, как это реализация, не знаю, почему показала ваше истинное лицо, покажите, ваше истинное лицо, ну вот смотрите, опять семья выпала ваше истинное лицо, и тут опять три карты, которые мне показывают, эта карта показывает бессознательное, да, как-то здесь вот это животное, да, выходит из какой-то вот той черной перлоги, да, ну у вас, смотрите, вы можете смотреть на метафорические карты, увидишь что-то свое, да, то, что вот вы увидите, потому что это общий разглаз, это и будет ваше, имейте в виду, что мы видим, выходит вот из бессознательного, на свет, из темноты, выходить на свет, здесь тоже у нас по луне, мы должны выйти на свет, на свет к луне, здесь мы видим семейность, ваше истинное лицо, вы семейный человек, человек с традициями, да, вот она, вот она ваша семья, а здесь мы видим, с одной стороны, знаете, как будто бы игрушки, да, но они как будто бы вот оживают, потому что смотрите выражение, да, все пришли послушать сказки, а сказки что есть? Это иллюзии, все собрались возле костра, возле, ну, света, лампочки, да, для того, чтобы послушать вас, ваши рассказы, и такое ощущение, что вот этот мир фантазии, да, и какой-то реальный мир, они соединяются для того, чтобы послушать то, о чем вы говорите, то, что вы передаете, значит, вы человек, знающий, способный, очень глубокий человек, но при этом я вижу вот по этому органу, что вы человек разочарованный, как-то вот она отвернулась от этой, опять-таки, может быть, человек, который отверачивается от этих замков воздушных, да, уже не песочных, а воздушных, от мира иллюзий, отворачивается, и что-то смотрит там на скамейки, как будто бы отвернулись, у меня такое ощущение, что что-то произошло в вашей жизни, что очень сильно вас огорчило, и вы как будто бы резко стали каким-то реалистом, вашей истины, лицо, вот видите, как будто бы воспоминания, ну, смотрите, а что произошло, вы как будто бы, вот что-то в реальном мире, что-то случилось, потому что здесь у девушки нету ног, она не ходит по земле, да, она прорисовалась половина, ее души, здесь осень, осень у нас всегда говорит о каком-то, о какой-то, знаете, грусти, воспоминания, да, потому что она понравит какая-то хантра, минахолия, и она закрыла глаза, здесь такое ощущение, что вы знаете, вот как будто бы не можете проявиться, вот, я поняла, вы как будто бы свои способности не можете проявить в материальном мире, не можете полностью заявить о себе, стать тем человеком, которым здесь запрошу, да, какая-то вот часть ваша проявилась, реализовалась, а какая-то часть нет, а что именно реализовалась, а что нет, страхи, видите, смотрите, почему я говорю страхи, опять близко к Луне, потому что дверь, да, открыта, да, здесь какой-то вычердак потаенный, да, который нужно пролить свет, может быть, вы пролили свет, но не полностью, да, мы видим какие-то предметы, но все равно как-то не полностью, у меня такое ощущение, что здесь вы еще как-то для себя не определились, что-то, что-то еще скрыто от вас, вот что вы не проявили, вы не проявили свои раны, видите, как будто бы здесь еще не поработали достаточно со своими, вот здесь вот на карте внутри девушка нарисованная сидит, так вот поднесу, видно, внутри вот здесь, есть боль, как будто бы смотрит внутри себя, и человек, который там сидит, если я ближе поднесу, он поджал колени, и сидит в одиночестве, вот какие-то свои боли, травмы, вы еще не проработали внутренние для того, чтобы полностью проявиться в этом мире, что-то еще нужно доработать, покажите последнюю карту, ваше истинное лицо, у меня уже соседи на улице вышли, вот оно, ваше истинное лицо, что не хватает на этой карте, не хватает для семейности мамы, такое ощущение, что есть папа, ребенок, собака, у него не хватает как будто бы мамы, как здесь, да, то есть не хватает женской фигуры, какой-то, вы достаточно дружелюбные, да, потому что есть верный пиос, есть ребенок, вы смотрите в будущее, вот, вот такой у нас с вами сегодня вышел расклад на этом треечке, я тоже завершу для вас, надеюсь, вам этот расклад понравился, по крайней мере, если вы что-то услышали о себе и спать пошли, это тоже хорошо, возможно, во сне вы увидите ответы на продолжение этого расклада, а я прощаюсь с вами, жду ваших комментариев, до новых встреч, всем пока-пока!